Добрый эфир телеканал РБК, я Игорь Виталий. Сегодня в диалоге градостроительства, эстетика и практика. Ну, в общем-то, тема для диалога может быть и необычная, но в последнее время споры о градостроительстве перехлестнули даже чисто политические споры и наиболее яростная уже просто стенка на стенку. Тем более с отставкой Юрия Лужкова в Москве эти споры вспыхнули с новой силой, но в Петербурге такие же споры сопровождают проект Охтоцентр. Об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. В студию у нас Олег Барков, генеральный директор Night Frank Санкт-Петербург, и Павел Бондаренко, генеральный директор компании «Арена». Добрый день, Олег. Добрый день, Павел. Я позволю себе начать с графика сразу. Рейтинг деловых столиц Европы по European Series Monitor 2010, где видно, что на первом, это по опросу самый бизнесмен, там всего 36 позиций, Лондон, Париж, Большой Совет, ну неважно, Питера нет вообще, Москва на 34-м месте. Все спорты они о чем, на мой взгляд. Да, Олег? Хотим быть деловыми центрами, Москва хочет быть финансовым центром, Питер хочет быть финансовыми деловыми, при этом почему-то не устраивают, сразу возникает ряд сомнений, исторический облик города, транспортные коммуникации и так далее. Почему так происходит? Вы знаете, я хорошо знаю эти рейтинги, они достаточно объективные, исследования проводятся по большому количеству параметров, там учитывается все, что необходимо для бизнеса. Это наличие образованной, подготовленной рабочей силы, это качество логистики, качество телекоммуникации, качество офисного пространства, безопасность проживания, эффективность работы государственных и городских служб. И, к огромному сожалению, если тщательно пройтись по всем этим параметрам, то, как это не печально, это справедливое 34-е место для Москвы, и нашего с Павлом любимого города пока в этом списке нет. А что нужно, чтобы появился хотя бы с точки зрения деловых центров? Вы знаете, здесь нужна огромная методичная системная работа, как минимум на протяжении лет десяти. В каком направлении? В первую очередь нужно сделать так, чтобы бизнес был сам заинтересован в том, чтобы размещать свои штаб-квартиры, производство в Санкт-Петербурге, чтобы это было выгодно. Здесь, на мой взгляд, для Петербурга, Петербург имеет огромные преимущества. Это, в первую очередь, огромный культурный, исторический потенциал, хорошо образованное население, высококвалифицированная рабочая сила, историческая традиция, потому что в течение длительного периода, если мы возьмем советский период или царский период, в городе размещалось огромное количество производств, передовых научно-исследовательских институтов. Многие технологические открытия были совершены в Санкт-Петербурге. Мало кто знает, что, допустим, луноход был спроектирован в Санкт-Петербурге. Павелик, давайте так сказать, луноходы. И сейчас необходимо использовать все эти конкурентные преимущества, добавив к ним то, что необходимо для бизнеса. А что необходимо для бизнеса? Что требуется бизнесу в Санкт-Петербурге? Безусловно, необходим локомотив. На данный момент времени в Санкт-Петербурге нет сколь угодно, или сколько угодно выделенного локомотива с точки зрения построения, собственно, бизнеса. Я имею в виду компанию, которая могла бы быть магнитом для сопровождающих видов бизнеса. Для размещения этой компании в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, на данный момент времени нет объектов недвижимости, которые необходимо создавать для этого. Но и, безусловно, как уже говорил Олег, нам необходимо заниматься транспортной логистикой, нам необходимо иметь хороший аэропорт, нам необходимо иметь хороший порт, и нам необходимо иметь автомобильную логистику точно так же. Для этого есть все условия, и для этого есть предпосылки, которые созданы бизнес уже на данный момент времени. Как вы знаете, российская финская граница, находящаяся рядом с Санкт-Петербургом, является основной при пересечении грузов из стран ЕС, и вообще импорта на территорию Российской Федерации. А какие проблемы решит появление такого делового центра? Я считаю, что только появление крупной компании могло бы дать толчок развитию инфраструктуры, которая не является столь очевидно окупаемой для малого и среднего бизнеса, и даже для крупного бизнеса в определенном периоде времени. Все мы знаем, что построение бизнес-моделей говорит о том, что окупаемость считается какими-то совершенно понятными периодами времени, это 7-10 лет. Построение серьезной инфраструктуры, на мой взгляд, невозможно оценить вообще в процессе окупаемости, но ее необходимо создавать. Я имею в виду, это, конечно, безусловно, развязки, хорошие в центральной части города, обеспечение транспортной системы для того, чтобы не столкнуться в ближайшем будущем с коллапсом транспортным. И, безусловно, это реновация инженерных сетей, которые находятся, мягко говоря, в не вполне удовлетворительном состоянии. Тоже понимаю. Зачем необходима такая высокая концентрация бизнеса вот именно в рамках одного квартала? Ну, кварталов, центра единого? Вы знаете, с одной стороны, это историческая традиция, потому что если мы возьмем исторические деловые кварталы, там, классический пример Сити, это был исторический путь возникновения и развития подобных кварталов. Если мы начинаем создавать с нуля, то есть такое понятие, как концентрация усилий. Гораздо выгоднее, целесообразнее на начальном этапе развития выбрать определенную зону, которая нуждается в развитии, которая ждет развития, как вот совершенно Павел Владимирович правильно сказал, и сконцентрировать усилие на развитии этой зоны. Либо через планомерное развитие всей зоны, либо через создание... А в Москве, на ваш взгляд, зона была выбрана удачно? Вы знаете, судить москвичам, на мой взгляд, есть определенные проблемы с логистикой, с доступом, если вы имеете в виду проект Москва-Сити. Да, Москва-Сити, безусловно. Но другой вопрос, а был ли выбор? Я не москвич, мне трудно судить. Хорошо, в Питере выбор был, почему именно Охта, почему именно этот кусок, какие плюсы, какие минусы? Очень просто. Это близко расположенный к историческому центру район, очень удобный с точки зрения логистики, подъезда ежедневного, автомобильного, общественного транспорта. Там недалеко находится станция метро. И исторически получилось так, там сконцентрирована депрессивная промышленно-экономическая зона, которая объективно нуждается в развитии. И поэтому создание там одного-двух якорных проектов может вызвать эффект кристаллизации, когда эти проекты начинают обрастать высококлассными проектами уже без участия государства. Павел Олегович, вы говорите, что необходим такой локомотив, и в компании «Локомотив». Сейчас такие компании есть в Питере? В Питере присутствуют многие компании российского масштаба, и можно говорить о «Лукоиле», можно говорить о том же «Газпроме», можно говорить о компаниях софтовых и айтишных. Но совершенно очевидной локализации бизнеса нет. И это связано прежде всего с тем, что недавно принятый генплан, он в общем не предусматривал серьезной деловой активности в каком-то одном месте. И у самого города не было посыла о необходимости создать такую зону. А Красногвардейский район, о котором мы говорим, в составе которого находится район Охта, он еще в советские времена считался как наиболее перспективный для развития территорий. Ну, скажем, первые технопарки появлялись в проекте на территории Красногвардейского района. Это связано прежде всего с тем, что это действительно очень близко приближенный район к центру. Он граничит с Невой, он имеет длинную береговую зону. На данный момент времени он имеет пять выездов на Кольцевую дорогу. Он имеет проходящую транзитную магистраль, связывающую Москву и Выборг, и, соответственно, легкий доступ и в аэропорт, и на выезд в сторону Выборга из города. И он очень серьезно инженерно обеспечен, даже на данный момент времени. При этом плотность населения в районах не нового строительства очень низкая. Это реально так, потому что действительно вот эта локализованная промышленная зона советского еще наследия, она сейчас очень рыхлая, она разрушена, она не объединена какими-то усилиями. Поэтому, на мой взгляд, Охта весьма и весьма привлекательна, хотя бы потому, что она была первым поселением людей вообще в дельте Невы в далекие годы. Хорошо, теперь опять к луноходу. Скажите, пожалуйста, Олег, я понимаю, что, если вернуться к началу нашей передачи, что в Москве вот такое переключение внимания именно на градостроительство, согласен, огромное количество проблем существует, и действительно преступно обращались с Москвой. А то, что сейчас после отставки Лужкова все заговорили о памятнике Петру, о депозитарии на Боровицке, мне кажется, это все-таки отвлечение от реальных проблем. А народные вопросы, которые возникли, их много возникло именно в связи с Охта-Центром, на ваш взгляд, они имеют под собой основания, либо это опять как-то недопонимание, непонимание, либо переключалка внимания? Вы знаете, вот к подобным родопроцессам в Петербурге надо относиться очень внимательно, потому что они имеют глубокую подоплеку. Мы не Ханты-Мансийск, у нас нет нефти и газа, мы не Москва, у нас нет огромных финансовых ресурсов. Многие воспринимают историческое культурное наследие. Вот человеческий ресурс. Да, человеческий, но многие воспринимают как историческое культурное наследие, частью которого является исторический центр, линия горизонта, как ни странно. Многие воспринимают это как наше все, и воспринимают подобного рода нестандартные новые проекты, как, знаете, посекательство на самое святое. Я очень хорошо знаю многих людей, которые занимаются протестным движением. Из них многие совершенно искренне считают, что они должны этим заниматься. Поэтому с этими людьми надо поддерживать диалог. Эти процессы естественны, хотя, конечно, там часто примешиваются люди, которые делают на этом политическую карьеру. Тем не менее, очень хорошо, что в нашем городе работа поставлена так, что все имеют возможность высказаться. Но, тем не менее, имеет это под собой основание? Имеет, имеет, имеет. Имеет. Очень глубоко. Дорушает, смотрите. Вы имеете в виду что? Вы имеете в виду возникновение этого проекта? Протестного движения, я скажу. Протестного движения. Тут же, смотрите, если спорить об архитектурных предпочтениях, то это можно не только в рамках нашей передачи, а вообще очень долго спорить. Потому что об архитектурном облике года-дода можно. Если же речь идет не об архитектурном облике, а о том, что нарушается, разрушается при этом, и что-то еще. Нарушается, разрушается при этом что-то. Многие воспринимают этот проект как проект, который может исказить исторический облик, может исказить линию горизонта. Я лично так не считаю. Я считаю, что он имеет право на существование. И все дискуссии, которые проходят последние три года, они посвящены именно этому. То есть именно облику горизонта. Именно. Башня Монпарнас в Париже, видимо, это примерно такой же. Примерно, да. Или наоборот. Я бы хотел добавить, если возможно. Мне кажется, что эта проблема более эмоциональна, чем рациональна на данный момент времени. Потому что мне кажется, что презентация проекта была не совсем корректно выполнена. И привлечение не специалистов, и вместо широкого обсуждения и доказательства преимущества этого проекта с точки зрения специалистов, я имею в виду архитекторов, я имею в виду, безусловно, инженеров, я имею в виду, безусловно, администрацию, вышли эмоции. Вышли эмоции, и они не всегда рациональны, естественно. Хорошо. Мы сейчас пытаемся, ребята, решиться от эмоций и разобраться и с Питером и Москвой. Где эмоции, а где не эмоции. А когда говорят о щите, в основном говорят о небоскребах, да, сразу возникает, ну, по крайней мере, это первая ассоциация. Я сейчас правильно понимаю, что это тоже будет такой небоскребный проект? Вы знаете, я считаю, что небоскребного строительства активного в России на данный момент времени невозможно. По одной простой причине, что каждый из этих проектов уникален только в связи с тем, уже только в связи с тем, что нет нормативной базы, позволяющей вывести некие новые стандарты строительства. Это длительные, тяжелые процессы, и для этого нужна очень серьезная научная работа. Поэтому, если мы говорим про строительство возможной высотной башни на Охте-центре, то это, конечно же, инновационный, какой угодно, революционный, инновационный прорыв с точки зрения применения материалов, технологий, строительства, устройств. А кто, кстати, занимается именно с точки зрения архитектуры? Английское бюро. А, английское бюро. Английское бюро. Безусловно, это место первого поселения, как я уже говорил ранее. Именно поэтому в проекте соблюдены некие геометрические формы основания будущего здания. Это, безусловно, район с очень серьезным инженерным обеспечением, потому что в квартале, который собирается развивать компания, он энергетически насыщен. Самый сложный вопрос – транспортная развязка, и если бы об этом говорили больше, мне кажется, это принесло пользу бюро. Хорошо. По поводу концентрации, безусловно, она естественна, потому что максимально используется площадь земли в любом городе, она слишком дорога для того, чтобы ее не использовать рачительно. Но меня в основном волновал вопрос, существуют ли у нас специалисты, которые способны возводить такого рода здания. Я думаю, что необходимо привлечение опыта зарубежного, инновационного, для того, чтобы появились специалисты здесь. На мой взгляд, это оптимальный выход. Тут другой еще вопрос. Мы бы, как москвичи, мечтали, чтобы столица вообще перебралась к вам и разгрузила несколько нас. Вот Охта-центр – это заявка на то, что деловая часть России переедет в Питер, наконец? Вы знаете, я не думаю, я смотрю на это, как петербуржец. Городу сделано, на мой взгляд, очень серьезное коммерческое предложение. Одна из крупнейших мировых компаний хочет перенести существенную часть своего бизнеса в Санкт-Петербург. Знаете, большие компании – это как выдающиеся люди, это очень непростые характеры. И у них есть свое представление о том, как они хотят жить и в каком офисе они хотят работать. А подтянутся другие, то есть для улучшения делового? Вне всякого сомнения. А есть какие-то заявки? Вне всякого сомнения. Как только проект был заявлен, когда проводился архитектурный конкурс, наша компания стала получать заявки, такие, знаете, зондирующие звонки от очень многих инвестиционных фондов и девелоперских компаний мировых, которые очень интересовались этим проектом, потому что они хотели сразу же прорабатывать проекты-спутники, которые будут сопровождать этот проект, потому что такая компания, как «Газпром», она генерирует огромный бизнес вокруг себя. Это поставщики, это консультанты, это много компаний. То есть бизнес готов перебираться все-таки в рамке одного квартала? Конечно, конечно. Потому что переносится не просто какая-то компания, переносится одна из крупнейших, часть крупнейшей мировой компании, которая сопровождается огромным количеством поставщиков и очень серьезным бизнесом. Поэтому я считаю, что этот проект, он для очень большой городской территории сыграет роль катализатора развития. Причем городу не надо будет прикладывать никаких усилий, большая часть финансовых усилий по развитию этого района, района Малой Ухты, она пройдет за счет частных инвесторов. И уже сейчас заявлены очень неплохие проекты. Вот построен проект банка Санкт-Петербург, называется Санкт-Петербург-Плаза, с моей точки зрения один из лучших... Там же? Это примерно километр, это практически. С моей точки зрения, может быть, на настоящий момент один из лучших проектов в России или в Европе. А удастся решить вот именно логистические проблемы, которые в Москве, на мой взгляд, уже в настоящий момент нерешаемы? Строительство, дорог, развязок? Потому что постройка Москва-Сити, на мой взгляд, она катастрофически с точки зрения транспорта получилась. То есть, хоть пытаются сейчас расширить узкие места, но, к сожалению, пока не получается. Когда он заработает в полную мощность, я думаю, это будет катастрофа. У вас удастся избежать такого? Игорь, вы знаете, я говорил, Красногвардейский район наиболее близок к основной транспортной обводной магистрали, это кольцевая автомобильная дорога, имеет достаточное количество вызов, больше, чем любой район другой города. Безусловно, рядом, не рядом, он находится на берегу Невы, и он находится на вустье Охты, которая впадает в этом месте в Неву. И сбрасывать со счетов водный транспорт в городе, который стоит на Неве, было бы удивительно. Поэтому это тоже, может быть, способствует развитию даже нового бизнеса или нового направления транспорта в Санкт-Петербурге, потому что по Неве связаться с центром гораздо быстрее и ближе, чем через автомобильное движение. Плюс ко всему, это место дает возможность расширения существующих магистралей, опять же, с использованием, как сейчас уже некоторые примеры есть в Санкт-Петербурге, с использованием части акватории Невы. — А с экономической точки зрения, насколько проект, на Ваш взгляд, просчитан? Насколько и каковы сроки его окупаемости? — Вы знаете, я считаю, что он не может быть просчитан с максимальной достоверностью ни в один из периодов его реализации. По одной простой причине, что он, во-первых, видоизменяется. Меняются технологии, но при этом изменяется территория, которая охватывает этот проект. И она значительна в разработке, значительная часть территории Малаухты, там порядка 50 с лишним гектар. Поэтому сказать, сколько это будет и как поменяется концепция, невозможно. — Я хотел бы добавить, на мой взгляд, основная проблема этого проекта — это не высота. Вы правильно отметили, это транспорт и логистика. И с самого начала было у разработчиков понимание этой проблемы и уделялось огромное внимание. Поэтому частью этого проекта будет создание очень мощной транспортной инфраструктуры именно для развязки вот этого транспортного узла вокруг Большогохтинского моста. Поэтому с самого начала уделяется внимание и постарается минимизировать все негативные последствия. — Слушайте, а я знаю, что вчера в Питере был «Будущий Петербург», по-моему, называется эта конференция, да? — Да. — РБК там тоже присутствует. А вы не знаете, просто я действительно не в курсе, в Москве существует площадка для такого лёгкого мордобития? — Не в курсе. — Но страсти кипят? — Я бы не назвал это мордобитием, это скорее некий интеллектуальный клуб, то есть это попытка в процессе дискуссии... — Вы знаете, у нас обычно интеллектуальные клубы заканчиваются именно тем самым. — Ну, вы знаете, мы всё-таки культурная столица. — Ну, понятно. — Немножко другая. — Не то, что мы, я понимаю. — У нас северная температура. — Не могли не плюнуть сюда. — Это попытка в процессе диалога и дискуссии выработать ориентиры развития, понятия ценности развития, что нужно городу, как город должен развиваться в части развития, и в том числе, какие градостроительные решения, принципы должны быть заложены в основу устойчивого развития нашего города. — Ну, получается этот консенсус, вы знаете? — Получается, получается. Не скажу, что всё хорошо, что нам сразу удалось прийти к пониманию, но проблема слишком серьёзная для того, чтобы её можно было решить с нас. — Я просто боюсь, что в Москве вот как раз за накалом страстей пропадёт главная попытка задуматься о том, что реально стоит за московскими проектами, да, и как решать наши проблемы. — Вы знаете, приглашайте нас, мы подумаем вместе с вами. — Ну, вы же слишком спокойны для наших московских страстей. Ну, что ж, на этом передача наша подошла к концу. Напомню, что в студии был у нас Олег Барков, генеральный директор «Найт-Франк» в Санкт-Петербург, и Павел Бондаренко, генеральный директор компании «Арена», а также я, Игорь Витов. Всем доброго и удачи в делах. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»